Добрый день. Мы готовы начать нашу предматчевую пресс-конференцию с участием главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова и капитан нашей команды Артема Дзюбы. Сегодня работаем с переводом русско-английским, поэтому обращайте, пожалуйста, внимание на то, что это у нас тоже будет. — Поднимайте, пожалуйста, руки и представляйтесь. — Станислав Саламович, добрый день. Артем, добрый день. — Александр Рогуль, «Спортэкспресс». Общий вопрос, как сейчас команда, в каком состоянии удалось привести всех в общее состояние после тяжелого... У многих был тяжелый август, много матчей, у кого-то были матчи со второго дня на третий и так далее. В общее состояние. — Ну, понятно, у нас было несколько дней, чтобы оценить ситуацию. Уже вчера было состояние достаточно хорошее, сегодня была восстановительная тоже, как бы, предыгрывая тренировка. Мы никаких нагрузок не давали, поэтому убежден, что все идет своим чередом. Самое главное, нету болячек, травм у тех футболистов, которые здесь все готовятся к игре. — Добрый день, Станислав Саламович. Я хотел бы спросить вам, как у нас есть футболиста сегодня, и как у нас есть футболиста, и как у нас есть футболисты, как в августе было довольно тяжело, и у многих матчей. Ответ. Ну, у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться. Мы также вчера были хорошие тренировки, и ключи здесь, что ни одного из наших игроков не потеряли, и я думаю, что мы в хорошем состоянии. — Спасибо. — Сергей Астахов, РИА Новости. Артем, к тебе вопрос. Что можешь сказать о завтрашнем сопернике, какие сильные и слабые стороны можешь выделить, и о чем говорил Станислав Саламович, на что предлагал обратить особое внимание команде? — Добрый день. Ну, не хотелось бы всех секретов выдавать, потому что соперник нас тоже слушает, но в целом мы прекрасно понимаем все, какой играет Шотландия футбол, где есть сильные стороны. Понятно, что есть Робертсон, который выделяется на общем фоне, но в целом это очень крепкая команда, любящая атаковать через фланги. А мы ее разбираем и будем сегодня еще разбирать, поэтому мы прекрасно понимаем, с кем мы играем, как будем действовать, но все увидеть на футбольном поле. Потому что сейчас не хотелось бы что-либо говорить, чтобы они не меняли, потому что у них есть свой определенный стиль, и мы готовимся под него. — Артем, это вопрос к тебе. — Как вы сейчас осуществляете скотского команда? — Какие сильные и сильные точки зрения этого команда? — Добрый вечер, всем. Ну, я не буду давать никаких секретов сегодня. Мы в общем-то знаем, как играет Шотландия футбол. Мы, конечно, знаем, что Робертсон выступает между игроками. Это будет тяжелым игроком. Это будет сильный игроком. Это будет сильный игроком. Это игроком. Мы, конечно, будем изучать их игроком и понимать, как они играют. Но мы не будем рассказывать вам ничего сегодня, чтобы они не изменятся. Дмитрий Занин, Матч ТВ. Станислав Соломич, вопрос вам. В команде есть несколько игроков, у которых пока не очень большой опыт выступления за сборную. Это и Бакаев, и Камличенко, и тот же Караваев. Насколько они, на ваш взгляд, уже поняли ваши требования? Насколько они к ним готовы? И какая вероятность, что, допустим, завтра у кого-то из них можем видеть, может быть, даже с первых минут? Или все-таки пока будет делаться ставка на тех, кто в команде давно, кого вы прекрасно знаете? — Опыт подсказывает, что очень редко новый футболист сразу начинает себя не то, что проявлять на поле, но и чувствовать себя в команде своим. Поэтому тот же Камличенко, вот второй раз подряд, и Бакаев второй раз подряд на сборе уже чувствуется, что они так осваиваются. Поэтому стараемся внимательно наблюдать, и независимо, молодой игрок или только прибывший игрок, если он готов, он получает свой шанс. Поэтому я говорю, мы присматриваемся внимательно и будем делать свои умозаключения. Понятно, завтра игра не рядовая, поэтому нам надо подумать, кто на эту игру должен выходить и делать результат. — Вопрос к вам, Владислав Савамович. Мы знаем, что есть несколько игроков, которые не имеют much experience в игре на национальном команде, как Бакаев, Комиличенко. Вы считаете, что они готовы играть? И мы увидим их, может быть, в начале XI или в начале XI? Вопрос к вам. 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 Вопрос по поводу Головина. Он год провел во Франции и в последнем интервью говорил, что наконец-то окончательно адаптировался и уже готов продолжать. На ваш взгляд, он за этот год стал сильнее как футболист и как его состояние морально, учитывая, что опять какие-то проблемы с удалениями, с обидными пропущенными мячами Монако? Это вопрос к кому? Вам, Станислав Славович. Ну, здесь, наверное, Артем мне поможет, потому что они больше в раздевалке общаются, делятся какими-то впечатлениями. То, что я замечаю, он и на том сборе провел оба матча на хорошем уровне, сейчас чемпионат стартовал. Понятно, есть клуб, есть команда, есть его позиция в Монако и есть там результат свой. Но мы смотрим не на команду, как играет, а как играет тот игрок, которым мы интересуемся. Поэтому, думаю, что Головин вот эти несколько лет, что провел, во-первых, он провел на разных позициях и состояние физическое у нас устраивает. Какие задания он получает в клубе, мы не знаем. И поэтому мы отталкиваемся от того, что мы хотим видеть и что он нам дает. Во всяком случае, мы им довольны. А партнеры, наверное, лучше знают, он делится с ними, наверное, какими-то впечатлениями. Так что передаю Артему. Прибавил, прибавил. Стинслав Сламиш, это вопрос для вас. Как вы думаете, что вы думаете о Головин? Он провел год в Франции, и он говорит, что он адаптировался к этому. Вы думаете, что он стал сильнее как игрок? Как вы его генералю? Ну, это зависит. Я думаю, что вы должны ответить на вопрос Артем, потому что они играют вместе. Они проводят время вместе в тренировке. Они могут подчеркнуть какие-то чувства и дискуссии, поэтому он может знать это лучше. Мы, конечно, знаем, как он играет в Манаке. Мы не знаем, что проблемы и вопросы, которые команды команды задают. Мы просто смотрим на как он играет, а не на весь команды. Он играет в первые два игры в разных позициях, но мы пытаемся использовать его как мы хотим. Но сейчас я бы хотел перейти на Артем. Может, он может добавить что-то. Артем сказал, что, конечно, он великий, великий, великий. Артем, вопрос еще у вас. Хэббин Парк, стадион, который примет матч Чемпионата Европы в следующем году. Чисто визуально, что можете отметить? Может ли сравнить с какой-то российской ареной этот стадион? Что вы видели, скажем, может быть, состояние газона? Как, насколько будет завтра комфортно играть на нем? Спасибо. Газон очень хороший, правда, стадион сравнить. У нас все стадионы без, можно сказать, дорожек, чуть поближе, поэтому здесь немножко подальше болельщики. Но, опять же, мы к этому тоже привыкли. У нас лужники были, далеко были болельщики и трибуны. Поэтому для нас, футболистов, в целом очень хорошая погода и газон хороший. Все остальное нас остальное не интересует. Мне кажется, хорошая и главная атмосфера, потому что что-что. А вот в Шотландии всегда умели болеть, потому что я бывал на матчах, присутствовал, можно сказать так, с Селтиком, поэтому фанаты здесь потрясающие. И хотелось бы, чтобы и наша тоже приехала как можно больше и поддержали нас. Поэтому мы завтра надеемся на потрясающую атмосферу и здесь победить. Артем, это вопрос к тебе. Хамптон-Парк – это стадион, который будет также выступать в Европе Копе 2020. Как вы видели, как вы видели, как вы можете сравнить это с другим российским стадионом, или какие-то воздействия на пищу? Может быть, вы можете комментарии на это? Ну, это стадион – это стадион, ну, в России мы имеем стадион, что мы имеем стадион, поэтому мы имеем фанаты чуть-чуть к пищу, но здесь нет, но это не новое для нас. Мы имеем фанаты чуть-чуть к нам, где мы имеем фанаты чуть-чуть к нам. Конечно, это хорошо для нас, для нас, для нас, для нас, для нас. Ничего еще интересного для нас. Это всегда будет фантастическая атмосфера. Я знаю, что я знаю, когда я видел несколько игроков по Селтик, я знаю, что фанаты будут фантастические, и мы надеемся на хорошую атмосферу tomorrow. Спасибо. 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 Который, вы говорите, что tomorrow night's game не будет регулярно. Думаю, что вы имеете в виду, что вы имеете в виду? И вы думаете, что вы победы tomorrow night would end Scotland's chances of automatically qualifying in the top two in this group? Вы сказали, что завтрашняя игра будет необычная, из ряда вам выходящая. И считаете ли вы, что завтрашняя... Что вы имели в виду под этим? И считаете ли вы, что завтрашняя победа окончательно уберет все шансы Шотландии на автоматический выход из группы? Ну, я имею в виду, что... Ну, не каждый день против шотландцев играем, и не каждый день мы прекрасно понимаем, кто наш соперник, и мы внимательно смотрим на турнирную таблицу, поэтому мы знаем, что завтра игра, можно сказать, за шесть очков, что ли, да? Поэтому я это имел в виду, что понятно, как бы игра не складывалась, и еще остается пять игр, поэтому 18 очков еще можно... разыгрывать, поэтому мы бы не хотели математикой заниматься. Завтра игра, у которых одинаковая команда, одинаковые шансы, и понятно, что они будут со своими зрителями за плечами, но мы готовимся к этому. Ну, что я имею в виду, что это не каждый день мы играем в скотландце, и мы, конечно, смотрим, кто наш соперник, мы смотрим на таблицу, и мы можем сказать, что сегодняшний матч for six points, rather than for three. Nonetheless, there are still five games ahead of us, and there's 18 points to play. We're not going to talk about maths this time. We just understand that both teams have similar chances to win, and we're just going to prepare for tomorrow's match. question for the coach. He played for Russia against Scotland here in 1994. Can he recollect that game? You played against the Shotland in 1994. Do you remember? One-one. Yes. I remember. Yes. What did you remember about the game? The atmosphere and so forth? Что-нибудь вы помните об этой игре, атмосфере, или что-то хотели бы отметить? Помню. Прямо перед выходом, меня попросили поменять свою футболку. Потому что она была одного цвета с рефери. Yes, I remember. Right before the entering on the pitch, I had to change my shirt. I was asked to change my shirt because it was the same color as the referee. Thank you. More questions? Андрей Михайлов, TASS. Еще немного истории. 1992-й год. Не так приятно вспоминать, когда вы были в запасе и сборная России проиграла Шотландцем 0-3. Как-то приводили эту историю в пример, чтобы мотивировать дополнительных игроков? Нет. Тем более, вы сказали, я был в запасе. — Три моих любимых нельзя здесь произнести. Я не знаю. Не все понимаю, что-то понимаю, но не все. Буду откровенен. Даже самым интересным, аж напрягаюсь, чтобы все понять в целом. Я не знаю, честно говоря, какие любимые. Сейчас Англия у меня ассоциируется. Понятно, что это английский футбол, но самое любимое английское – это Юрген Клоп и Ливерпуль. Мне нравится, во что они играют, как он себя ведет. Крутой дядька. Вот и все. А сейчас я сфокусирован, что понимаю, что Шотландия – это британский футбол, поэтому мне интересно просто окунуться в эту атмосферу и сразиться с этими ребятами, потому что помимо футбола, завтра будет еще и борьба характеров. Тот, кто больше выиграет единоборств, кто будет более агрессивнее, и, мне кажется, у того будет больше шансов победить. Артиом, есть еще одна вопроса к тебе. Could you tell us the two questions? One is, do you understand all the Scottish accent and all the Scottish people talking? And the second one, could you share us three of your most favorite English words? The answer is, well, I cannot pronounce them here, unfortunately. But I don't understand everything, although I try, and I use some powers to try to understand this, and it's always interesting. Well, for me, right now, England is associating with Jurgen Klopp, and Liverpool, which is fantastic, fantastic to play, and he's a cool guy. But right now I'm focused on the game. Scotland is playing British football. It's going to be a very tough atmosphere of constant tackles, constant fight. Those who are going to win more tackles are going to win tomorrow's match, and we try to be the most aggressive. Два заключительных вопроса сегодня. Two final questions, please. Первый там. Дмитрий, слышно? Да, слышно. Дмитрий Занин, Мачтова. Кто-кто? Дмитрий Занин. Можно записать. Мачтова. Я хотел такой вопрос задать, что в прежние годы, когда приходило время решающих матчей для сборной России, как правило, вся страна испытывала такое некоторое волнение, ну, потому что разные были результаты. Сейчас, вот за последний год, сборная России очень сильно прибавила, прибавила в том числе уверенности. И вот, допустим, Руслан Камболов на последней тренировке в Новогорске говорил, что мы вообще едем играть чуть ли не с позиции силы, а с позиции хозяев поля, пытаясь сразу как-то, может, ментально задавить шотландцев, я не знаю. Можете рассказать вот свои внутренние ощущения? Важнейший матч от гора. И вот с какими, насколько вы уверены сейчас в себе, насколько вы сейчас перед ним волнуетесь? Ну, вот раньше, допустим, было раньше, что мы волновались, сейчас мы волнуемся не так сильно, как раньше. Как у вас это? Насколько вы близко это переживаете? Насколько вам сейчас может быть как-то, ну, как-то трудно вот все это в себе успокоить? Или, наоборот, такой проблемы нет вообще? А это вопрос к кому? Это как раз и главному тренеру, и игроку, потому что вы все-таки в связке действуете, один только на лавке, а другой на... Давайте вопрос переведем сначала, потому что он был очень длинный, такой необычный. Благодарю. В предыдущем время, когда было в республике российского national team, общество было очень приятного. И весь стран был нервным. Но сейчас, после World Cup, мы получили уверенность. Вы можете рассказать с нами ваши внутренние ощущения сейчас? Вы чувствуете уверенность, перед таким важным матчем? У вас есть внутренние вопросы? Это трудно для вас? Артем, кто это вопрос? И Джонас сказал, что это для вас, для тренер и для вас. Ну, я отвечу банально, но, наверное, неправильно говорить, что есть важные матчи или неважные, когда ты под флагом и гимном. Поэтому невозможно эти матчи делить. Мы готовимся к каждой игре одинаково. Понятно, иногда результат в ту или иную сторону играет как-то по-разному. А что имел в виду Руслан? Понятно, что если мы хотим добиваться успеха, надо играть веря в свои силы. Я думаю, это так. А неважных или проходных игр, ну, две игры до этого играли, они же тоже были важные. Поэтому я не думаю, что игры можно делить. Да, конечно. Ну, я бы ответил так. Я не думаю, что это правильное, чтобы разделить матчи в важные и не важные. Особенно если они идут под национальный антем и национальный флаг. Мы, конечно, подготовили для всех матчей национальный флаг. Конечно, мы можем ожидать различные результаты. Однако, чтобы успеха, мы должны верить в наши силы. Прежде всего, мы играли еще два игры. Это были важные, конечно. Конечно. Но мы играли. Поэтому мы будем действовать так же, как сегодня. Мы просто вернемся в себя и готовим. Но я хотел бы вызвать восхищение. Коллеги слева от меня – потрясающий английский. Прямо оксфордский акцент, я не знаю, какой-то. Просто потрясающий. В целом, он мог бы много говорить, но Станислав Саламович все ответил в принципе. Поэтому добавить нечего. . First of all, I would like to share my appreciation, and it's very difficult – . It's very difficult to talk about myself. So, I would like to share my appreciation of the colleague on the left that Artyom said что я имею очень хороший английский. Благодарю вас. Я не могу добавить много к тому, что Станислав Соломич сказал, и я полностью согласен с его словом. Завершаем, да, пресс-конференция. Ваши вопросы. Часто для Артем. Чарли Могру, скотт-девожник, который он играл вдвоем, когда он был с Спартак, и Чарли был с Целтик, эта неделя сказал, что он бы радует физическую встречу с вами. Чарли Могру, который играл против вас, когда играл за Целтик, против Спартака, сказал, что он будет ждать с нетерпением физической игры против вас. Что вы бы ему ответили на это? Какой он? С удовольствием. Надеюсь, что буду завтра играть и с удовольствием проверим, кто из нас сильнее и кто лучше. Но в целом мы просто очень сильно готовимся к самим Шотландцам и к этому матчу, потому что очень серьезный матч и мы все прекрасно понимаем. Большое спасибо ему, что помнит меня. Ну, я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь, кто будет более мощный, в этой физической соревновательной соревновательности. Но, конечно, мы подготовим для всего Шотландцам. И мы подготовим для команды, а не для определенных игр. Это будет серьезный матч. Но, конечно, спасибо, и спасибо, что он помнит меня. Спасибо. 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 Спасибо.